Несмотря на то, что все депутаты были, и Денис Андреевич, и Мосгордума, ну, естественно, наши депутаты муниципальные, все из Единой России, все чиновники, они только деньги получают, делят премии, им не дают проблем жителей. Что виноват жители, что они прошли в депутаты, и что обратиться невозможно. Дальше. Ребята, не мешайте, пожалуйста, проведению. Я прошу сотрудников полиции не мешать проведению встречи граждан с депутатами. Я прошу соблюдать общественный порядок, не нарушать права граждан, не мешать исполнению федерального закона номер 3 о статусе депутата, который обязывает депутата встречаться с гражданами, с населением, не мешать мне, как депутату, не мешать помощникам депутатов, не мешать гражданам проводить встречу. Если это будет делаться, ваши действия, уважаемые сотрудники, получат соответствующую оценку, получат депутатский запрос на имя министра Колокольцева. И я хочу напомнить, что попытки полиции пресечь встречу депутатов... Так, я прошу прекратить! Прекратить! Так, не трогайте моего помощника! Это мой помощник! Это мой помощник! Отпустите моего помощника! Обратите внимание, господи мои граждане, как сотрудники, на руках, на руках, на руках, на руках, на руках... А дальше, дальше, дальше... Отходим, отходим... Это помощник депутата. Какое вы имеете право? Помощник депутата. Дайте он проконсультироваться с начальством. Сам не может решиться. Продолжение следует. А против полиции сейчас проводят соответствующие мероприятия. Поэтому не берите грех на душу, не нарушайте закон, не препятствуйте проведению законной встречи граждан с депутатами. Если вы будете это делать, поверьте мне, ваше начальство вас лишний раз прикрывать не станет. Когда встанет вопрос о том, кто будет отвечать за нарушение закона. Уважаемые товарищи, смотрите, самое главное, что мы сейчас должны сделать. Какова цель подобного рода действий, незаконных действий, я это подчеркиваю, представителей правоохранительных органов. Цель этих действий сорвать проведение встречи. Мы с вами не позволим этого сделать. Мы с вами законно здесь встретились, законно ведем наш диалог и законно его завершим и будем дальше вести работу для того, чтобы не допускать нарушения наших прав теми, кто организовал эту стройку и те, кто прикрывает этих строителей. Поэтому мы с вами ни в коем случае не прекращаем, а продолжаем наш разговор. К сожалению, да, поскольку список записавшихся, так сказать, желающих выступить остался у Александра, а Александр сейчас помещен, так сказать, незаконно. Я это подчеркиваю еще раз, буду это постоянно подчеркивать. Незаконно сейчас помещен полицейский автомобиль, поэтому я прошу тех, кто предварительно изъявлял желание выступить, подойти вот сюда, чтобы я вас видел, вас как бы были рядом, да. И я вам по очереди, да, спасибо, буду предоставлять возможность высказаться. Спасибо, пожалуйста. Нет, я не договорилась. Ну, вы пока, давайте продолжим. Так, вы знаете, послышите меня? Погромче говорите, пожалуйста. Буквально два дня назад была годовщина, 70-летие Нюрнбергского процесса. Все слышали, конечно. И там впервые слово «геноцид» было произнесено. Вы знаете, вот то, что сейчас происходит, мне кажется, нам нужно еще один Нюрнбергский процесс проводить, но уже над нашими начальниками. Вот Собянины, Шапушниковы, Беляевы, прочие, все знают, все знают эти фамилии. Это невозможно, что они творят. Это не геноцид нашего населения, они нам устраивают геноцид. Вы понимаете, это просто, это вот все, что полиция творит. Но это уже, это беспредел какой-то. Значит, скоро они нам тут, может быть, отвенцы новый построят для нас. Я удивляюсь вообще, куда-то этот президент и о чем он думает. Вот впечатление такое, что у нас, нами управляют враги народа. Вот просто враги народа. Под трибунал, у всех под трибунал. Спасибо. Ну вот вы видите, люди возмущены совершенно искренне. Так, а Любовь Леонидовна не договорила. Пожалуйста, дадим возможность завершить и будем двигаться дальше. Я хочу вам объяснить, почему я эту историю рассказала, когда спросили реноваторов, почему они трубы к своему дому кладут под окнами нашего. Они сказали, что не хотят портить фундамент своего дома. А наш можно. Более того, я вас предупреждаю, на МОЗ.РУ проводится голосование электронное. Вы знать не будете, что оно проводится. Тема перемежевание. Так у нас было объявлено тихоря... Денис Андреевич, тихоря перемежевание на МОЗ.РУ. Никто не знал. Это было не публичное слушание, бойтесь этого, публичное обсуждение. Без участия людей. Ну и такие обсуждения должны длиться 2-3 месяца. У нас за 20 дней никто не предупредил. Не было никакого оповещения ни на стендах, нигде. У многих нет компьютеров. И вот люди, которые живут вокруг стройки, вообще не знали про это обсуждение. Когда узнали, 26-го бросились в МФЦ голосовать, сказали приходите завтра. А потом, спустя месяц ответили, что именно 26-го августа закончилось голосование. Оно уже принято решение, мэром подписано. И у нас отобрали придомовую территорию. Потому что это точечная застройка, им места нет. Они сейчас сначала двигают ваш забор, а потом просто въедут вам под окна, как это на Молодцова, 17-1. Причем, ни один институт не работает. ОАТИ вызывали. Да не я вызывала, а Потяева, глава комитета по правам человека. И они посмели приехать и сказать, а у нас нет документов. Вызвали департамент природопользования. Она спрашивает документы, на каком основании 20 деревьев, вишни, яблони, березы срубили, на чужой придомовой территории. Нагло вытаскивает глава департамента природопользования, СВАУ. В документе написан адрес. Адрес стройки, Молодцова, 17-1. Она спрашивает, а зачем вы пришли на Молодцова, 19-1, рубить? В наглое все делается. Берегитесь, полный беспредел. Но сегодня я услышала, что повышают кварплату. Замечательно. Вот мы живем на стройке. Мы переносим весь шум, вибрации. У нас нет праздников, Денис Андреевич. Они работают в праздники, в субботу, в воскресенье. Сколько хотят, столько и работают. Нет перерывов. Дети не имеют дневного сна. Пожилые люди, гипертоники, мучаются от этого лязга, шума, звона. Вот они устроили сейчас тишину, потому что люди вышли. Понимаете? Ну, не с таким шумом. Теперь, значит, Николаева, на заданный вопрос, это глава комитета по реновации и землепользованию Московской городской думы. Как людям жить, будучи участниками стройки на 10-14 метров от этой стройки? Сказала, мы думаем о компенсации. Ну, какая может быть компенсация отнятого здоровья? Ежедневного присутствия на стройке, когда засыпают цемент. Цемент лежит в квартирах. Так вот вам компенсация. Сегодня хотят, объявили, повышать кварплату. Давайте, что ли, не платить им? Какая же жизнь на стройке? И запомните, есть 714-е постановление правительства Москвы. Царство Небесное, подписанное Лужковым, о запрете точечной застройки. 2007 год. 714-е постановление. Оно не отменено. Запрет точечной застройки. Это вранье, что они пишут реновация. Уже нет пятиэтажек ни в Северном, ни в Южном Медведкове. Они принимают новый закон. Внимание о том, что местная власть может показать пальчиком и сказать, вот этот дом снести, вот этот дом снести. Понимаете? Вот чего хотят. Денис Андреевич, обратите на это внимание. Уже в первом чтении этот закон. Поэтому вникайте, читайте, думайте. Позвольте, 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 позвольте. Не сдаемся. Есть районы, которые побеждают. И не будьте мелкими, местечковыми. Давайте объединяться. Северное и Южное Медведково, это Медведково. Мы одинаково страдаем. И мы даже, у нас один депутат, Парфенов, который работает, и второй депутат Шапошников, который говорит, что работает. Значит, поэтому люди должны объединяться, не сдаваться. Спасибо, Любовь Леонидовна. Спасибо. Пожалуйста. Сегодня я была свидетелем безобразного поведения некоторых должностных лиц, которые скопом, просто стадом набросились на одного человека единственного и вырвали его. Поэтому лучше бы они такой энтузиазм провели, когда в субботу долбят вот это вот устройство по головам. И еще хочу сказать, где директора двух школ, где наш муниципалитет, где наши депутаты, которых мы выбирали, где Шапошников, где те, которые приходили, засветились здесь и пропали в неизвестном направлении. Поэтому я призываю всех людей посещать такие митинги в обязательном порядке, потому что чем нас больше, тем им хуже. И еще хочу сказать, надо привлекать СМИ, журналистов побольше, телевизионщиков, потому что за нас только некоторые отдельные депутаты, которые здесь присутствуют не первый раз, могут заступиться. Больше за нас заступиться некому. Была хорошая зеленая площадка. Где она сейчас? Посадили какие-то, я не знаю, вырастут они, дадут ли они листья весной или нет. Ну, галочку. Надо наших всех таких бездельников, которые сидят только в своих кабинетах, в уютных креслах, и у компьютера, и ставят галочки о своей работе. Вот не надо таких больше выбирать. И все. Спасибо. Спасибо большое. Голос народа в лице нашего старшего поколения. Спасибо огромное. Так, пожалуйста, Максим. Наши соседи из района Биберева, у них там уже большой, а самое главное, успешный опыт противодействия от похожей ситуации. Поэтому с удовольствием предоставляю слово, поделитесь. Здравствуйте, уважаемые соседи. Ну, я не могу сказать, что у нас успешный опыт. У нас просто пока опыт, мы пока боремся. Успешным он будет, когда мы победим. Вот. Сейчас, в настоящий момент, мы стараемся защититься при помощи нескольких методов. Вот. Я их сейчас назову. Вот. Но я очень удручен. К сожалению, вот сейчас я видел, как задержали сотрудники полиции, помощника депутата. Ну, мне очень кажется, это неправильно. Вот. Я начинал в 93-м году во вневедомственной охране. Это было очень давно. Вот. И, вы знаете, когда я начинал, все вопросы решались через ментов или через бандитов. А сейчас у меня такое впечатление, что бандиты решают вопросы через ментов. Вот. Я не имею в виду присутствующих здесь сотрудников полиции. Они называются по-другому. Они полицейские. Да, не надо меня обвинять в том, что я кого-то... Денис. Ну, вот. Они погоняют машины. Плохое сказал. Людям. Поэтому через юриста. Вы этого юриста знаете. Это Позняков. Вот. Он победил на Александра 7. Мы подали иск в суд. В этом иске мы написали, что у одного из домов была незаконно изъята предмывая территория под строительство. В принципе, хорошие шансы у этого иска есть. Дом является ТСЖ. Вот. Он полностью состоит из собственников. То есть, мы рассчитываем на победу. Как только победа будет в суде за нами, соответственно, ставится под вопрос выделения участка по ГПЗО. Он уже не может быть использован под строительство, потому что его часть, часть того участка, который запланирован под строительство нового дома, якобы по программе реновации, значит, эта часть будет изъята, возвращена дому 3. Вот, соответственно, строить будет нельзя. Аналогичный иск подает дом 5. Кроме этого, значит, мы подсуетились. Дело все в том, что в настоящее время проект межевания не утвержден департаментом городского имущества того самого межевания, которое, значит, сделано под новый дом. Вот. И поскольку они его пока не утвердили, мы воспользовались тем, что действует старый проект межевания 2017 года. И тут же стали ставить территорию на кадастр. Я что посоветую вам всем, уважаемые соседи, запросите, пожалуйста, проект межевания по вашему району. Посмотрите, пожалуйста, какая предмывая территория находится сейчас за вами. Запросите архивные данные. Вполне возможно, что за последнее время ваша предмывая территория в какой-то период уменьшилась. И ставьте на кадастровый учет предмываю территорию. Это один из немногих способов реально защититься от захвата, от того, что на вашей территории кто-то начнет что-то строить. Вот. Что мы еще сделали? Значит, мы заказали технический осмотр жилого дома 5. Этот дом вообще на Глазерской улице, дома, между которыми собираются строить, находятся на достаточно опасном участке. Они стоят, во-первых, на подтопляемой территории, во-вторых, они стоят на техногенном грунте, это насыпной холм. Холм высокий, и нижняя точка подвала дома 5 вознесена над проезжей частью улицы на полтора метра. Сам дом стоит на расстоянии двух метров от улицы. То есть, вы представляете, очень опасное положение. И вот рядом с этим домом собираются строить. Мы провели технический осмотр дома. Мы заказали фирму, она называется ООО «Эксперт Инжиниринг». Это не реклама, просто я говорю, фирма, которая нам сделала, это может быть любая фирма. Вот. Вы можете тоже заказать технический осмотр вашего дома. И если после того, как рядом с вами начнется, не дай бог, какое-нибудь строительство, и в вашем доме начнут появляться трещины, то вы можете подать в суд. Согласно статье 10.65 Гражданского кодекса Российской Федерации, угроза причинения вреда. Соответственно, в нашем случае угроза причинения вреда реальна, потому что в доме 5 уже имеются трещины, уже имеется расхождение деформации плит. Все это установлено, зафиксировано. Любое строительство, если оно, не дай бог, у нас начнется, то мы, соответственно, воспользуемся этим техническим осмотром. Это, кстати, последний рубеж обороны. То есть, в принципе, действуя законным путем, мы можем достичь достаточно больших успехов. Вот. Также я могу обратить внимание на то, что изменяется норма инсоляции. Вот здесь вот у вас будет, не дай бог, конечно, но я говорю, что если он будет построен, новый дом, то жители соседних домов получат гораздо меньше солнечного света в окнах. Если сейчас замерить норму инсоляции, то впоследствии можно подавать в суд на ухудшение условий проживания. Это, соответственно, статья 1064 Гражданского кодекса. Вот. Ну, я не буду вас здесь задерживать, сегодня холодно, вот. Поэтому я заканчиваю выступление. Я вам хочу сказать, самое главное, это сплоченность, единство. Надо объединяться. Вот здесь вот у нас у каждой группы проблемы, и мы все эти проблемы решаем по отдельности. Вы берем у себя, вы здесь, а проблемы надо решать сообща. Нужно объединяться, нужно взаимодействовать. Подписи, которые мы собираем, будут собираться гораздо в большем объеме, если мы будем их отдавать друг другу и подписывать тоже у себя. Поэтому, уважаемые друзья, не забывайте, в Москве таких случаев очень много. И если мы объединимся, то нас будет больше, и вопросов мы будем решать больше, и проще будем их решать. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Вот, держитесь. Вот, я очень надеюсь, что вам тоже здесь повезет, и вы здесь закончите победой. Спасибо за внимание. Спасибо. Давайте поблагодарим, да, и тоже пожелаем нашим товарищам, нашим соседям из Биберева дальнейшей успешной борьбы против этих градостроительного произвола. Спасибо, Максим. Мы продолжаем нашу встречу. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Тарасова Ольга. Я представляю инициативную группу по спасению Березовой аллеи в Левобережном районе, где вот уже 10 месяцев жители ведут борьбу с незаконной стройкой и вырубкой под жилой комплекс «Фестиваль Парк-2». По первоначальному проекту, предусмотренному действующими нормативными документами, у нас должен был быть построен детский сад, фок и три дома под переселением. Вопреки всему этому, застройщик «Центр Инверс» планирует строить 8 коммерческих домов высотностью до 35 этажей. Разрешение на строительство ЖК «Фестиваль Парк-2» получено по подложному договору аренды, и прокуратура признала этот факт. Экспертиза проектной документации проведена по недостоверным инженерным изысканиям. Архитектурно-предостроительные решения согласованы вопреки действующему законодательству территориального планирования района. Земля, предназначенная для детского сада, была подарена застройщику без проведения торгов. Это позволило превратить 3 дома в 8 с целью извлечения максимальной прибыли застройщикам. Особой наглостью можно считать и тот момент, что старые здания на месте для детского сада снесли за государственный счет в целях реализации коммерческого строительства. Жители сами заплатили из своих налогов за этот беспредел. Домов получилось настолько много, что под прокладку коммуникаций принято решение было вырубить березовую аллею, что запрещено ее градостроительным режимом номер 2, где не допускается прокладка новых коммуникаций. Вырублено уже более 300 деревьев и планируют уничтожить еще не менее 100 деревьев и 300 кустарников. Продажи квартир идут вовсю, несмотря на то, что застройщик работает без искровщитов. Заключение соответствия получено незаконно, так как застройщик смог доказать, что построил дома более чем на 30%, где росли цветы и гуляли наши дети. Прокуратура Москвы вступила из-за жителей, признала часть нарушений, завела на застройщика уголовное дело и даже подала иск в арбитражный суд Москвы на ДГИ и АУ «Центр Инвест», где оспаривается законность договора аренды. При этом суд отказал в обеспечительных мерах, в интересах коммерческой застройки. Мы очень переживаем, что данное судебное разбирательство может приобрести характер легализации незаконной стройки, нежели ее отмены. Совсем недавно на Березовой аллее наших детей лишили одной из самых лучших и уютных детских площадок, которые жители 18 суток отстаивали днями и ночами. Все это время к неравнодушным жителям, отстаивающим свою территорию. Полиция применяет физическое и моральное давление. Застройщик вводит в заблуждение всех жителей нашего района, в том числе и тех, кто входит в программу реновации. Жители пятиэтажек обещают приселить в фестиваль «Парк-2», несмотря на то, что документально нет ни одного подтверждения этим обещаниям. Здесь есть наши соседи из реновационных домов, которые тоже скажут свое слово. Нас поддерживают такие замечательные, известные люди, как Евгений Гришковец, Агата Муценидзе, Юрий Стоянов, Никита Ефремов, Станислав Дужников. Нашу проблему обсуждали в программе «Вечерний орган». Но, несмотря на все это, наши вопросы на текущем уровне взаимодействия с прокуратурой остаются нерешенными. Доказаны нарушения в отношении ЗОСК по четырем известным нам объектам. Меры прокурорского реагирования не приняты. Доказаны нарушения по социальной обеспеченности инфраструктуры нашего района. Меры прокурорского реагирования не приняты. Нарушение охранного режима номер 2 для ПК-86. Меры прокурорского реагирования не приняты. А наши требования пойти в суд для проведения незаконной судебной экспертизы игнорируются. Уголовные дела на сотрудников АУ «Центр Инвест» остаются без движения. Мы отправили более 100 жалоб в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела на чиновников Мосгостроенного надзора и Департамента городского имущества. Однако, Следственный комитет не усмотрел в их действиях нарушений. По материалам проверки Московской прокуратуры возбуждено уголовное дело на сотрудников застройщика по факту использования подложного договора аренды при получении разрешения на строительство. Однако, дело было возбуждено еще в июне и до сих пор находится на стадии дознания. Никаких результатов по уголовному делу до сих пор нет. Денис Андреевич, мы пришли просить вашей помощи. Мы очень просим организовать встречу с Генеральным прокурором для решения вопросов, озвученных выше. Также просим организовать встречу с руководителем Следственного комитета по вопросу уголовных дел, остающихся без движения. Также мы приглашаем вас к нам на нашу березовую аллею, посмотреть всю ситуацию, оценить масштаб бедствия и поддержать наших жителей в этой сложной и неравной борьбе. У меня также есть официальный депутатский запрос, который я передам вам сейчас. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Давайте поблагодарим наших друзей, москвичей. Вы видите, по всей Москве идет противостояние жителей и строительной олигархии. Конечно, со своей стороны, я обещаю, что мы подключимся, примем участие, напишем запросы. Соответственно, обратимся к руководителям соответствующих структур, чтобы они уделили время для общения. Подключимся, и все, что от нас зависит, будем делать. Спасибо вам, что вы сегодня пришли и поддержали нас. Значит, здесь, дорогие друзья, хочу в качестве примера, как в развитии этой темы, еще привести одну ситуацию. Тоже у нас здесь с вами неподалеку, Алтуфьевский район. Там планировалось прямо вплотную, вот буквально, практически нос к носу к жилым домам строительство автомагистрали через железную дорогу Савеловского направления с тем, чтобы вроде как соединить два административных округа. Северный и северо-восточный. Значит, поскольку вариант исполнения вот этого проекта был крайне неудачный, и жителям об этом стало известно на раннем этапе, а это порядка четырех лет назад, вот только вдумайтесь, да, сразу пошла активная борьба, причем с обеих сторон вот этой будущей, так сказать, дороги, да, так называемой. И там, где Бескудниково, и, соответственно, где Алтуфьевский район. Значит, ну, мероприятий провели, ну, наверное, уже больше тридцати, я уже, честно говоря, даже со счета сбился, сколько всего. Подписи просто тысячами многими собирали, значит, обивали пороги и так далее, и так далее. И что бы вы думали? Значит, недавно, когда у нас была в формате интернет-конференции встреча с представителями исполнительной власти, нам было официально объявлено, что в связи с тем, что в стране экономический кризис, в бюджете московском дыра, а чтобы вы понимали, дыра это 600 миллиардов рублей, ну, я понимаю, это звучит, наверное, абстрактно, это каждый пятый рубль. Каждый пятый рубль сегодня недосчитался в московский бюджет. Вот в связи с этой огромной дырой в бюджете было принято решение, значит, о сокращении финансирования этого проекта, и сейчас он реализовываться не будет. Вот, пожалуйста, да, пример того, что мы, в принципе, совместной борьбой вместе с жителями кое-чего добились. Это, опять же, мы отдаем себе отчет, мы реалисты, мы не строим воздушные замки, мы понимаем, что это пока еще не гарантия. Потому что, да, сегодня денег нет, если верить обещаниям правительства завтра, так сказать, у нас вообще будут золотые горы, так сказать, не будем знать, куда их девать. Вот, поэтому они еще могут появиться, чисто теоретически, конечно, да. И в этом смысле жители свою борьбу там не останавливают, они все равно и подписи продолжают собирать, и все остальное. То есть они активны, и это самое главное. Я это к чему говорю? Вот они четыре года подались, и в итоге все-таки дошли до той ситуации, когда, как говорится, либо и шаг сдохнет, либо потешах. Да, все-таки проекта нет. Вот, поэтому мы с вами, давайте и дальше, что называется, и со своей стороны бороться. У нас с вами, да, в чем-то ситуация другая, в чем-то, может быть, она даже посложнее, потому что здесь уже, видите, территорию уже, так сказать, отжали и пытаются на ней что-то изобразить. Но, тем не менее, с юридической точки зрения я абсолютно убежден, что правота за нами. С моральной точки зрения это даже не обсуждается. И поэтому мы с вами сейчас собираем силы, мы приглашаем, так сказать, со всех концов Москвы, те, кто может нас хотя бы словом, так сказать, кто-то делом поддержать. Поэтому вот сейчас передаю слово Максиму Козловскому. Пожалуйста. Ну, всяким сомнительным личностям мы не будем давать слово и показывать их. Давайте пойдем лучше посмотрим, что там творится в автозаке, где задержанный товарищ находится. Поговорим с полицейским, которые его задерживали. Надеюсь, что меня не задержат. Может быть, они скажут. А здравствуйте, а почему вы задержали сегодня помощника депутата? А кто задержал? Второй оперативный. А где они? Ну, вы что, все-таки умеете? Вот. Ясно. Ну, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вы задержали сегодня помощника депутата? Еще раз. Почему вы задержали помощника депутата? Ну, а кто как это задержал? Ну, второй оперпулок задерживал. ну задержанная находится в автозаке сейчас вот мне сказали ваши коллеги 2 что задерживал 2 проповок а где ваш старт на территории а с какой целью вообще депутаты депутат проводят встречу проводите задержание здравствуйте а скажите пожалуйста почему вы задержали сегодня помощника депутата почему задержали помощника депутата пресс-служба не она задерживает его не пресс-служба а почему скажите такое количество на разрешенные встречи депутат госдумы выступает например а почему такое количество полиции два автозака 3 полицейских автомобилей то есть фактически пять автомобилей нас что преступность вся закончилась в районе почему именно на эту встречу пригнали столько полицейских машин ну давайте может я с кем поговорю здравствуйте скажите пожалуйста почему такое количество полиции приехал на легальную встречу с депутатом государственной думы а почему а что такого наносит общественному порядку собрание жителей депутатов общу сеть был задержанного помощник депутата ну это понятно но он сидит в автозаке сейчас там никого нет а куда его отвезли нет я поняла что вы тут стоите а куда отвезли задержанного помощника но задерживал то вы не пресс-служба нет они лично ваши коллеги задержали на такое количество полицейских на одного человека вы задержали все помощника депутата мне просто интересно причина по которым был задержан то есть задержите вы а получать информацию в пресс-службе странная ситуация давайте еще попробуем еще пообщаться что-то какие-то полицейские необщительные пресс-служба гвд вряд ли у нас ответит что-нибудь интересное а здравствуйте скажите пожалуйста куда отвезли задержанного не а все прислужбы гвд куда отвезли то вы уже отвозили они прислуживали он сказал что нету здесь никакого 2 опер полка вот он стоит около 2 опер полка автобусы автозак он говорит и говорит что нет никого я просто не очень понимаю что такое как смотрите раз два три четыре машины полицейских 2 автозака на легальную встречу с депутатом государственной думы да не интересно какое количество такое не она ваше начальство дает вам задание приехать сюда с какой целью вас сюда таким полком приезжаете здесь же легальная встреча с депутатом государственной думы я не пытаю но почему потому что полиция слуга народа раньше билица была слуга народ от кого вы охранять общественный порядок смотрите здесь депутат государственный дум представители законодательной власти конечно почему нет это легальная встреча с жителями нет я знаю не все но частично конечно я знаю депутата парфенова я знаю и некоторых активистов которые сюда пришли но и вы считаете что для этого нужно такое количество собрать а что здесь прям стадион собрался на стадионе меньше бывает полиция чем здесь давно полиции а кто есть омон все сотрудники полиции омон и прочие они все за час давний к я значит не было здесь карантина а почему вы считаете что можно вот так вот просто так схватить человеков на одного столько народу преступник что ли вы что вы так тащите что так вот не так тащился набросилась целая целый вообще отряд просто боевой а вот те тащили эти тащили а куда куда везли задержанного тоже не знаете не можете сказать этот говорит я не второй опер полк стоит около второго опер полка здесь такого нету говорит это как-то расходятся показаний вот раньше милиция была слуга народа нет я просто нет я спрашиваю что смотрите раньше была милиция слуга народа а сейчас что нельзя народу собраться чтобы его не начали задерживать хватать тащить куда-то а потом на попытку выяснить куда хотя бы увезли говорят обращайтесь пришло звуга воды а у него и телефон изъяли что не на выговорите ему предоставит один звонок и что а вот они вышли из автобуса сейчас попробуем с ними поговорить заодно а скажите пожалуйста куда везли задержанного что это целый отряд отряд смотрите 5 автомобилей я такого не видела вообще на нас смотрят строители из вагончиков на балконах написано нет стройки жалко что вам наверное плохо видно приблизить настолько чтобы было видно мелкий шрифт я наверное не смогу нужно чтобы им уничтожили просто среду существования в общем никто не знает куда увезли задержанного все отказываются давать комментарии недовольны и те кто переселяют и те к кому переселяют вот могу буквально привести коротко пример район северный вот сейчас мы вместе с депутатом зубрильным николаем григорьевичем из мосгурдумы значит работаем над тем чтобы тем кого переселили там же больше 60 семей по программе реновации переселили по-человечески в нормальные условия чтобы был приличный ремонт нормальная сантехника и так далее то что там сделали ну просто ну в общем совершенно не то что надо было так очень мягко сказать вот пожалуйста опять же еще недовольны абсолютно все пожалуйста и мы граждане с активной гражданской позиции если мы не начнем говорить если мы не начнем выступать и выражать свое довольство либо недовольство к сожалению в лучшую сторону наша жизнь не изменится тут последние три наверное оратора начали говорить по программе реновации как денис андреевич в начале своего разговора заявлял что есть определенные законы но к сожалению у нас страна такая что законы есть но они к сожалению не исполняются и если говорить о реновационном законе а это 794 постановление правительства 12 закон города москвы и огромное количество различных подзаконных актов так вот те первые законы которые в том числе и соответственно переприняты они написаны неплохо они написаны наверное в том числе и с какой-то социальной ответственностью не только для наживы собственных карманов но к сожалению эти законы не работают они не исполняются как обычно у нас бывает в нашем районе левобережной 12 всего 12 домов по программе реновации которые вошли в программу и казалось бы такое количество маленькое можно было бы эту программу закрыть за два года и отчитаться перед тем же собянином относительно того что какие мы молодцы и мы закрыли программу буквально там в первую что называется пятилетку но нет на той площадке которую нам обещали а это находится непосредственно на территории непосредственной близости от березовой аллеи в настоящий момент разворачивается стройка фестиваль парк 2 чисто коммерческого проекта и получается так что те гарантии которые дала управа района левобережной префектура северно административного округа она не исполняется люди меняются в коридорах власти и собственно забывается все что раньше говорилось все законы которые приняты неплохие если их почитать если их исполнять по совести мы будем жить по-другому так вот если говорить о программе реновации левобережного я если честно сам живу в доме который мы сами жители и впихнули в данную программу потому что он единственный из 12 домов который не вошел в данную программу изначально и мы голосовали общим собранием собственников и поскольку наш дом построен в 62 году мы не против нормальной реализации программы реновации но не то что здесь творится и то что творится у нас законы не исполняется обещания данные не держатся и в общем то нам требуется объединяться объединяться всей москвой потому что к сожалению так получается что власть слышит только большое количество граждан активных как это было в шеисе как это было на куштау как сейчас происходит хабаровске я не призываю ни в коем случае каким-то беспорядком но мы граждане у нас есть определенные как обязанности так и права которые мы можем отстаивать вместе с вами поэтому правильно здесь предыдущие ораторы говорили о том что необходимо объединяться необходимо рассматривать наш город наш с вами город единый организм где мы с вами сосуществуем поэтому призываю объединяться призываю выражать свою гражданскую позицию делиться информацией со своими жителями соседями приходить как мы к вам пришли приходите пожалуйста к нам поддержать нас своей своей борьбе за наши права ну и собственно желаю нам всем победы спасибо спасибо конечно можно да если что я уже обещал вот сначала даме да пожалуйста вот и конечно я считаю что это просто наши вместе конкретно господина шапошникова вот я считаю что потому что господин шапошников свиплова саша проиграла в прошлых выборах городскую думу вот поэтому там была очень небольшая разница по голосам это вот месть московской власти мелкая такая подлая месть пакость вот давайте поддержим сашу я думаю что вот и во вторых я хочу сказать дорогие друзья нужно уходить на выборы да нужно потому что вот благодаря денису андреевичу он нам помогает в нашей борьбе в ростоке над застройкой незаконной коммерческой вот к сожалению наш депутат от нашего округа такой генерал мчс тетерин иван михалыч он совершенно никак не участвует ни в чем помогать нам не хочет вот но хочу еще сказать про вот активиста вас дмитрия который занимается арбитражным судом знаете это замечательно что есть такие люди у вас потому что мы тоже судимся со стройка у нас ростоке на около в гигах коммерческой мы ставим какая-то колоссальная работа это очень сложно и тяжело конечно дорогие друзья надо поддерживать ваших и листа вам максимально участвовать в этом процессе это сложно и непросто но и опять же поддержать мысль о том что нам нужно всем объединяться потому что без объединения без каких-то солидарных действий у нас будет сложно спасибо спасибо так пожалуйста да кто еще у нас два еще человек на выступлении пожалуйста спасибо меня зовут андрей медведковая дома зарю проезда просто не мог остаться равнодушным к ситуации потому что вот как упомянули да наши депутаты от гору думы они уже тут династийные до шапошниковой сначала папа был потом теперь вот этот вот решала девелоперов для понимания как происходит вообще подмена понятий да то есть это по сути точная застройка и если вдумывается слова стартовая площадка до что они запускают от старта площадка это вообще раньше это было ну это связано с космосом его стартовая площадка это значит что они стартуют если них получается они рейдеры они врываются на эту территорию они дальше строят вот тут подрядчик указан до гвсу это значит там один из учредителей ну как акционеров до приглашенных была такая компания раньше называлась она муссбилдинг все кто хоть мало мальски связан вообще а риэлтор хоть один знает а хоть кто-то когда-то чего-то делал это самые жесткие беспредельные рейдеры были и вот такие кадры сейчас а являются подрядчиками по реновации и почему я хочу еще раз наши депутаты которые датусы возгордумы который считает что легитимный избран да а понимаете а это человек он по сути да как вот у него два миллиарда рублей просто и как бы показал да что они у него есть это человек который занимается именно решение вопроса мудрел то есть у него когда-то было промышленное предприятие они там что-то порешали потом это удачника продали застроили на красной сосне и вот такой человек на который сидит в мосгордуме дай представлять наш округ а он как он очень близок близок именно к интересу застройщиков и то что мы сегодня вышли это очень большая заслуга непосредственно нас как жители этого района потому что далеко не надо как за примеры сейчас леонозово с помпой до сдавали большой спортивный комплекс бассейном его построили на точно такие же почвы и что вы думаете масса чаши воды в этом бассейне она дала те грунтовые воды начала выдавливать и сейчас вот этот бассейн построенный за деньги бюджетные его просто разбирают сносят и вот так же здесь неизвестно да они вломились на эту стартовую площадку они хотят кисонить фундамент ну кого из гараж может быть понимается и не факт что они смогут его реализовать они просто вырываются они это это просто рейдер это точечная застройка идет подмена понятия реновации реновации давайте-то головах из дома и вам надо сделать пристройку и вы снимаете все до стен до расширяете и по поводу школы шапочников а когда все было до жители были публичные обсуждения гаражники сносили гаражи он ходил такой весь красивый с микрофона по сцене публичный слушай не было и обещал что здесь будет школа гаражников говорю что здесь будет школы но и люди понимают что все таки это вот правильно вот максим до этого говорил да что манипуляция то есть они понимают это это элимирейдеры они работают тоже с пропагандой очень хорошо и шапочников представляющий интерес застройщиков на самом деле он говорит что здесь будет школа до школа появилась на месте гаражей люди получили копейки за эту компенсацию это вот было вот символ сливого и что вы думаете да появилась школа только школа появилась частная где год стоит 4 миллиона рублей обучения а второй момент надежнее вот гиперческое поле как шапочников продавливал строительство бизнес-центра вот тоже говорю что будет центр с поликлиникой только поликлиника как зала сейчас поэтому сейчас вот просто как александра свинтили да а такое количество огромное вообще милиции здесь находится это значит что здесь есть интересы префектуры на исполненных местах застройщики представители заказки власти на каждом объекте потому что сейчас происходит кризис и не кормушка схлопывается и они будут рваться за каждую площадку понимаете если будете продолжать мы будем выходить это будет давать эффект они тоже понимают нету сейчас ни у одного застройщика который программироваться и все ровно с документами понимаете если будет общественный резонанс то они а то есть шанс через суть законодательно все этот вопрос остановить и просто хотелось бы еще раз тебя поблагодарить за то что мы все выходим потому что сегодня вот здесь вот так а друг на тысячи день будет все по-другому спасибо вот спасибо спасибо так давайте да будем уже потихонечку закругляться сейчас передадим слово вам и после этого я озвучу те требования которые значит подготовили жители и будем завершить пожалуйста меня зовут ольга кузьмина я из власти на островского района у нас горячая точка это шушенская 7 владение 5 так называемое у нас подделка документов началась проект планировки территории реновации здесь просто подделаны документы на вот это поддельная подделка результатов инженерных исканий также поддельные типографические схемы на этом основании нашу озелененную территорию зеленой массив хороняем и законом признали пустырем на этом основании они отдали его под застройку фонда реновации сейчас всем правительстве москвы и фонда реновации известна эта ситуация уже более года мы судимся с ними они не признают соответственно подделку документов но вчера у нас был следственный комитет осмотрел место происшествия подтвердил собственно говоря что у нас наши деревья находятся именно на тех местах на которых когда мы вызывали специалистов геодезистов вот именно именно тот план который они составили является правильным не их план а наши вот сейчас мы будем на основании вот этого документа который мы получили от следственного комитета разговаривать уже вот с этими документами с фондом реновации чиновниками я не знаю к чему это приведет в ближайшее время у нас планируется вырубка вот так что мы надеемся в том числе на вас хорошо подключим да надеюсь очень потому что действительно это охраняемая территория сейчас они хозяйствуют застройщик они уже укладывают там плиты что-то по всему скоро оградили да скоро собираются наверное да и мы также боимся что наши дома дадут речь так же как и здесь насколько я знаю здесь один дом уже треснул человек писал много жалоб на эту тему вот но к сожалению никакие меры не принимаются поэтому мы боимся что мы просто поедем из аварийных домов уже не понятно куда спасибо спасибо обмен опытом это очень важно чтобы все мы знали чем живут наши соседи чем живут москвичи в других частях нашего большого города так попросили еще одну минуту пожалуйста даю медведковцы да граждане друзья драть и я местный сергей меня зовут из 28 дома я лучше всего чувствую как мы шатаемся то есть реально дом плывет и прежде всего я скажу что я эксперт по развитию территории я развиваю некоторые удаленные регионы россии я знаю насколько серьезно программа реновации и деурбанизации точнее урбанизации убивает слабые регионы поэтому это вообще федеральная гигантская проблема я переживаю этого двойне делу мы должны защитить наш дома только что вот об этом было правильно сказано для того чтобы защититься мы должны будем собрать и обращайтесь ко мне по этому поводу общедомовые собрания с юридическим сопровождением не просто вот ля-ля-ля юрист будет сопровождать каждый дом который захочет этим заниматься прежде всего наверное 4 16 этажки военные и обращайтесь ко мне по этим вопросам мы проведем техническую инспекцию мы соберем все претензии вплоть до больной головы вплоть до детишек там вплоть до котиков сумасшедших я не знаю там все что там посуда у кого-то разбилась все зафиксируем все нарушения связанные с процессом стройки шум вибрации матершина алкашня там какая-то там я не знаю там бухает строительная оказывается по утрам уже вот это раз и оказывается есть некая группа активистов международных которые сделали для тех людей которые не умеют пользоваться соц сетями один сольц один почтовый ящик он очень простой говностройка собака яндекс.ру присылайте туда пожалуйста все что у вас есть все жалобы которые вы отправляли получили все видеоролики все ваши фотографии любые вопросы претензии на один всего лишь ящик там не знаю вам там ответят помогут куда отправить ютюбером где там фейсбуке разместиться где юристу какому обратиться пока вот запомните один адрес говностройка собака яндекс.ру все спасибо 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 итак дорогие товарищи и друзья подготовлен проект заявления участников сегодняшней встречи я с вашего позволения пропущу преамбулу потому что принципе она в выступлениях сегодня прозвучала и озвучу требования которые предлагаются значит добиваться введения в градостроительное законодательство российской федерации и города москвы понятие оточной застройки и добиваться запрета на его осуществление добиваться введения в градостроительное законодательство российской федерации города москвы норм обязывающих застройщиков опережающим жилищное строительство темпами создавать и передавать на государственный баланс в пропорциональном вновь создаваемой жилой площади объеме объекта социальной инфраструктуры прежде всего детские сады, школы и медицинские учреждения незамедлительно провести ревизию всех так называемых стартовых площадок в Москве на которых ведется строительство на предмет соблюдения согласованных проектных границ строительства а также на предмет соблюдения природоохранного, градостроительного законодательства законных прав и интересов жителей пролегающих домов провести проверку законности отторжения земельного участка по адресу город Москва проезд Шакальского владения 28А с учетом архивных материалов по данному участку опубликовать и разместить данное заявление в СМИ поддерживаете данное заявление? Давайте проголосуем кто? За? Прошу голосовать спасибо есть ли? Против? не вижу вы сдержались? Нет? Тогда принимается единогласно спасибо и под завершение, уважаемые товарищи, два момента первое, вы видите, что те определенные, пусть ограниченные пока результаты но все-таки уже проделанная работа и я считаю центральная ее часть это именно судебный иск, который подан, подготовлен и будет дальше развиваться это большое дело, которое было бы невозможно без той инициативной группы, которая у вас здесь сложилась фактически это целый ряд энтузиастов, которые тратят огромное количество сил, времени, зачастую средств, в том числе личных да, на то, чтобы вот это стало возможным я вас прошу, обязательно держаться этих людей да, вот одного из них сегодня, так сказать, благополучно припроводили сейчас, как мы закончим, я отправлюсь в отделение полиции будем там им объяснять, что они не правы вот, держитесь людей, держитесь ваших активистов держитесь, вот Сергей выступал, значит, Дмитрий Александр Ефимов и так далее это те, кто помогает жителям, так сказать, эффективно использовать те усилия, которые у них есть я вижу, многие хотят помочь, многие уже участвуют кто-то распространяет информационные материалы, кто-то с соседями, кто-то там в иске уже подписался но этого недостаточно, нужно больше, поэтому обязательно подключайтесь сами и подключайте друзей, соседей, родственников, всех встречных и поперечных и солидарность это наша сила, это очень важно и последнее, это уже и для вас, и для тех сотрудников полиции, которые сегодня здесь присутствуют значит, уважаемые товарищи, уважаемые сотрудники, уважаемые люди в форме мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что у вас, ваша служба сопряжена с выполнением двух больших и важных функций первое из них, это действительно охрана общественного порядка и пресечение преступности поэтому, когда вы ловите воров, жуликов, убийц, насильников это огромная тяжелая работа, вы подставляетесь под бандитские пули и за этот сложный и опасный труд мы вам всегда говорим спасибо и проявляем уважение к вашему труду но когда вы, ваш труд и вашу службу направляете на то, чтобы защищать интересы господствующего класса правящей верхушки, богатых и сверхбогатых людей, в частности строительной олигархии Москвы вот такую работу мы никак поддержать не можем не должны вы нарушать закон, не должны вы пресекать законные мероприятия, встречи, народные сходы тогда, когда согласованные митинги даже проходят это пресечение является незаконным и задержание людей, которые принимают участие в них, также является незаконным поэтому, пожалуйста, всегда помните о своем долге перед обществом и общество вас за выполнение этого долга по заслугам всегда отблагодарит поэтому всем, кто пришел на сегодняшнее мероприятие, я говорю огромное спасибо уважаемые товарищи, мы с вами ни в коем случае руки опускать не будем мы знаем, что, к сожалению, полное спокойствие может дать только страховой полис да, как и фигустров говорили но, тем не менее, мы с вами будем бороться у нас есть успешный опыт есть успешный опыт у наших соседей в ближайших районах и у нас с вами он будет, если мы будем сплоченными поэтому спасибо, что вы пришли до новых встреч до свидания Денис, а как зовут задержанного? Александр Ефимов Активист, сегодня был задержан Здрасте, а это... Привет, это... Да Аня, ты мне звонила из Активатики Да, да Можешь снять маску, рассказать, как суды идут или не можешь не снимать? Я замерзла, так что, наверное, не буду снимать суды, суды у нас апелляция сейчас и мы не знаем, когда ее назначат, на самом деле Так, секунду, я прерву, объясню, что это Шушенское, 7 Это район, где оцепили сквер, где подложены документы, которые говорят о том, что там пустырь и так далее Деревья там растут уже много-много лет, озелененная территория, да Между прочим, не первый раз межевой план уже был подделан Говорили о подделке планов и на улице Академика Павлова То же самое, это позволило захватить площадку построительства Да, это по ПТ, это не межевой план, это по ПТ Это именно ППТ, в проекте ППТ А межевого плана там... ППТ это проект планировки территории Да, а межевого плана нет Межевого плана вообще отсутствует? Проект межевания территории отсутствует Отсутствует, еще интереснее В общем, с каждым днем мы узнаем что-то новое А что так можно было, вопросы возникают Вот, к сожалению, такое разрешено Вот 141-м законом, насколько я понимаю И постановлением правительства Москвы В соответствии с этим законом Разрешено проект планировки территории Проектировать без проекта межевания И утверждать, соответственно, не вместе эти проекты А когда-то потом утверждать проект межевания То есть непонятно Они захватывают территории соседних домов Которые имеют право оформить свою землю В любом случае, в собственность И когда нет проекта межевания территории Утвержденного, нового Получается какая-то странная ситуация Что новому дому отдают землю уже существующих Собственников этой земли То есть это все происходит не по градостроительным документам А непонятно как Я знаю, что тебя задержат как самого активного активиста И уже много очень у тебя административок Да, много административок И самое интересное, что мне кажется Что телефон активистов прослушивается Потому что как только заговорили о том Что активисты хотят у нас залезть на дерево Повторить успешный опыт Кунцу Ивана Франко Как сразу приехала пожарная машина И в общем снимать А это было, извините, 7 утра И специально пожарная машина не дежурит в такое время Там, где, собственно говоря, и домов-то нет Да, да, именно так Какие-то люди появились в форме Похожие, да, на пожарную охрану И начали осматривать местность рядом С тем местом, где мы собирались провести такую акцию А суды, скажи, пожалуйста Это уже апелляции, они давно ли идут? И что именно вы оспариваете в этих судебных процессах? Вы знаете, мы оспариваем все в этих процессах Мы оспариваем схему выделения земельного участка на кадастром Ой, схему, извините, расположения участка на кадастром плане Выделение земельного участка Оспаривают другие дома, у которых землю как раз сотнили Мы оспариваем сейчас проект планировки территории Как раз вот который включает в себя вот этот отдельный документ Вот что-то мы оспариваем абсолютно Давай отойдем, потому что вот машин сейчас поедут И так далее Но, к сожалению, мы нам вчера рассказали интересные очень подробности о бабушкинском суде Ну вот, ну мы, конечно, не можем ничего утверждать Вот, но нам стало понятно, что, скорее всего, суды мы не выиграем Мы, конечно, будем прикладывать очень серьезные силы Ну, бабушкинский суд не единственный суд в Москве Есть еще и Мосгорсуд, есть и Верховный суд, есть и Кассацию можно подавать, опять же Вот на Верховный суд мы еще как-то рассчитываем, на Мосгорсуд нет, к сожалению К тому же, эта борьба с нами ведется не слишком законными способами Ну, а вот смотрите, отвлекусь на секунду, да, пока был здесь депутат Госдумы Была тишина совершеннейшая Чуть только народ разошелся, смотрите Сразу поехали бетономешалки, сразу какая-то настройка жизни началась, несмотря на воскресенье Да, ну вернемся к нашему судебному процессу Пашушинской 7 Да, ну, в общем-то, мы, вчера у нас был Следственный комитет Осмотрел В смысле, Следственный комитет, представитель Следственного комитета? Да, представитель Следственного комитета Они осмотрели участок Составили акт обследования Вот, ну, твердили, что в данном документе есть несоответствие Точнее говоря, что деревья расположены именно так, как мы Ну, это хорошо, можно сказать, что это первая такая небольшая, но победа Ну, насчет победы я не знаю, конечно, но да, какой-то документ теперь в нашу поиску, по крайней мере, существует От достаточно серьезной структуры Это и ОСК, все-таки Следственный комитет Поэтому, возможно, возможно, каким-то образом это остановит бандитов и бандитский захват территории Потому что, действительно, все документы это подделка Ну, вообще, у вас в районе там творится, конечно, и вырубка леса была, и стадион Красная Стрела застроили И все это, если честно, я не могу припомнить даже таких каких-то массовых протестов То есть, настолько все делается быстро, территория захватывается, жители, в общем-то, ничего не успевают сделать Пока они со своими конституционными методами начнут бороться, там они получат разрешение Здесь они 10 отписок получат, потом они их 10 раз оспорят А в это время уже забор раз, и уже спасать, собственно, нечего Наши жители, да, наши жители, к сожалению, не горят желанием получить дубинку по башке, как все говорят И схлопотать штрафы там по 20-30 тысяч Или отправиться на 15 суток в тюрьму Ну, не горят желанием, поэтому, да, таких открытых протестов Так вы знаете, я не знаю, ну, практически, мне известны единицы, которые горят таким желанием, чтобы их задержали и так далее На рожон лезут, но их действительно штучные экземпляры Штучные, да, вот как раз два дня назад состоялась акция перед воротами этой незаконно захваченного участка Прикоприковали себя цепями, соответственно, Константин Покин и моя мама Кузьмина Людмила Ивановна Вот, и они сидели и протестовали, собственно говоря Покин, это международная организация, Грета Тунберг, насколько я знаю, восстание против вымирания Которая борется с потеплением климата, со изменениями климата Так что это серьезная организация, и она нам помогла Может быть, ладно, спасибо, Ольга Вам спасибо Так, наконец-то мы встретились в реале Так, секунду, сейчас удалить файл